Приветствую вас. Вы знаете, довольно сложно простить человека за какие-то вещи по отношению к вам, если он, если вы, точнее, вы чувствуете себя недовольны своей жизнью. Если у вас есть некие глобальные проблемы, из-за которых вы не можете чувствовать себя хорошо, из-за которых вы переживаете, из-за которых вы испытываете негатив определенного рода. Смотрите. Простить значит принять человека. Простить значит принять тот факт, что действия человека были направлены не на конкретно меня, а действия были связаны с его состоянием. К вам это вообще, вообще отношения никакого не имеют. Чтобы к этому прийти, с одной стороны, нужно пересмотреть свое отношение к... ...человеку. И... ...определить. ...принимаю ли я его полностью, или мне не нравится, не нравится в нем что-то. Я не могу принять... ...какие-то вещи в нем. ...это то, что необходимо вам сделать. ...второе. Описываемая вам история о том, что у вас разбился с экран телефона, потом... ...как крыса поступил заказчик... ...свидетельствует о том, что негативные эмоции, которые у вас есть, негативные переживания, если угодно, которые у вас есть... ...такое впечатление, что... ...ищут выхода. Вы как будто бы... ...ищите повод... ...для того, чтобы... ...условно говоря... ...поплакать... ...для того, чтобы... ...условно говоря... ...выразить... ...те... ...негативные... ...эмоции... ...которые у вас... ...есть. ... ...и... ...такое ощущение... ...у меня, по крайней мере, возникает... ...что... ...в других ситуациях... ...вы себе... ...попросту не разрешаете их выражать. Не разрешаете себе их... ...чувствовать. Дальше... ...вы говорите о том, что... ...значит, вот... ...ну, что произошла эта ситуация... ...неприятная с телефоном и... ...заказчикам. Я бы хотел спросить... ...эээ... ...как... ...вас... ...эта история задевает? ...это... 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 ...вот... ...почему она... ...выбила вас... ...из колеи... ...условно говоря. ...чем она вас задел... ...на чем базируется ваша... ...неудовлетворенность... ...как вы говорите, жизнью... ...своей... ...что лежит в основе этого. Это... ...тоже очень... ...важные моменты... ...на... ...которые вам нужно... ...обратить свое внимание. ...потому что там... ...получается... ...что... ...ээ... ...вы... ...условно говоря... ...находясь... ...своей... ...ситуации... ...своей... ...в своем... ...положении... ...вы не принимаете его... ...до конца. ...вы отказываетесь принимать... ...то, где вы находитесь. А значит, вы отказываетесь принимать и свой выбор. ...в жизни. А значит, вы... ...позиционируете себя... ...как жертва... ...что... ...условно говоря... ...вас... ...вынуждают... ...там... ...там... ...ну... ...заниматься... ...с теми или иными... ...вещами... ...например. И... ...это очень... ...серьезно... ...увеличивает... ...эм... ...гра... ...ну... ...градус... ...вашей... ...неудовлетворенности... ...собой. ...потому что... ...ээ... ...ээ... ...растёт... ...эээ... ...вот это вот... ...неудовольствие... ...растёт... ...ээ... ...нннннннннм.... ...какая-то может быть... ...обида на... ...живень... ...на... ...окружающих людей... ...может быть обида растёт... ...растёт обида на... ...ээ... 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 ...себя... А вот себя саму, что вот я вот, что я вот, вот такая вот я. И вас тут все задевает. Конечно. То есть это, ну, условно говоря, характеризует вас, как вы думаете, вас это характеризует. То есть вас это, ну, делает, ну, хуже, вот, вас это напрягает. Ну, идея в том, что происходит данный процесс потому, что вы не принимаете свой выбор, который вы сделали в жизни. Оказывается вам, что должно быть все по-другому. Вы считаете ее, а вы убеждены в том, что все должно быть по-другому. Ну, не очень, грубо говоря, понятно, почему все должно быть по-другому. Почему все должно быть иначе. Да, с какой стать все должно быть иначе. Вот. Это важно. То есть если вы, вот, ну, скажу так, если вы не сознательно подходите к вопросу своих решений, вот, то, конечно, будет неудовлетворено. Я не оправдываю молодого человека, вашего. Я считаю, ну, считаю, как и вы, я думаю, неприемлемо. Совершенно неприемлемо применять силу Греншин. Но, как психолог, я должен сказать, что, судя по всему, мужчина, отражает то, что вы о себе думаете. То есть мужчина отражает вашу жертвенность и возвращает вам ее. То есть его удар выглядит, как отражение того, что вы, вот, сами о себе думаете. Или того, как вами, например, воспринимается вся эта ситуация с вашей жизни, вот, с тем, как вы живете. То есть вы своему мужчине транслируете некую жертвенность. Или вы вызываете желание вас ударить. На программе связано это не только с молодым человеком, это связано и, ну, в целом, с тем же заказчиком, которым тоже захотелось власть, обманывать. То есть это вот, по факту, это, ну, то, что вы транслируете окружающим людям. И, на мой взгляд, вот эту вот мысль, которую вы транслируете другим людям, можно и нужно подкорректировать, чтобы не транслировалось, а она, чтобы транслировалось что-то другое, более, более, позитивное, может, может быть, более, полезное, для, ну, для вас, вот, более, такое интересное для вас, и так далее. Для этого необходимо, конечно, работать, заниматься психотерапией. А вы говорите, что не можете простить молодому человеку его удары, вам больно, он вас задел. Я понимаю. Для вас будет лучше, если вы его обратите, то бишь, примите. Решать, вытянем, если быть, то для чего и почему, это уже вам. Вам этот вопрос будете решать исключительно вы. Но простить человека нужно именно для себя, а не для него. прощения всегда. Оно только для себя, оно не для того, кого прощает. Вот примерно такой ответ я могу вам дать с точки с точки с точки с точки зрения психологии. Именно вот именно вот с точки зрения психологии. Ситуация неприятная, это правда. Ситуация очень неприятная. с точки зрения психологии. Вам нужно взять лишнюю ответственность на себя. За то, что происходит. И да, может быть рядом с вами не ваш человек, но наличие в кавычках вашего человека проблемы не решит. потому что вы шли к нему поплакаться, да, но можно ли ему поплакаться? То есть условно говоря, вам нужно поплакаться. Окей. Но человеку у человека свои проблемы, как видите. И опереться на него вы не можете. Потому что он сам чувствует себя слабым. Если человек чувствует себя слабым, и вы не можете на него опереться, что перед вами стоит выбор. Или вы занимаетесь личностным ростом, и учитесь учитесь полагаться на себя только. вы ищите другого человека, который мог бы вам вам условно говоря, дать то, что нужно, что нужно вам. вот примерно такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. желаю всего самого доброго и удачи.